У восьмилетнего Степы из Липец появился шанс на выздоровление. Жители Серпуховского региона собрали необходимую сумму на лечение. Напомню, что три месяца назад мы рассказывали о беде, которая постигла молодую семью Окороковых. У мальчика редкая форма прогрессирующей мышечной дистрофии, которая грозит в подростковом возрасте ребенка окончательно приковать к инвалидному креслу. Остановить развитие болезни способно дорогостоящее лечение в Китае. Один месяц пребывания в клинике обойдется семье в миллион рублей. Таких средств у молодых родителей не было. Массаж нам запрещен, нельзя. Ну и вот такие вот. Каждый день обязательно. Растягивайся. Там еще много очень упражнений, которые перед сном мы обязательно делаем. Дышим, делаем. С утра у нас зарядка. Гоняем, правда, на нос, но ничего. К состоянию здоровья младшего сына родители постепенно начинают привыкать. Восьмилетнему мальчику, очень подвижному по характеру, сегодня даже небольшие нагрузки даются с трудом. От шоков, которые поверх поставленной полгода назад диагноз врачей, родители отошли. Они понимают, что судьба сына в их руках. Немножко уже как бы взяли себя в руки. Приходится это делать, как бы осознали все. Надо дальше жить, бороться. Потому что если не мы, то ребенку будет тяжело. Так что в этом плане все нормально. Олеся едва сдерживает слезы. Она уже знает, чем может обернуться страшная болезнь, если ей не противостоять. Дистрофия дюшена, которая поражает примерно одного из четырех тысяч новорожденных, вызвана поломкой гена. В результате мышцы буквально тают, постепенно отказывают одна за другой, вплоть до сердечной. Но есть шанс затормозить развитие болезни. Необходимые средства на лечение в Китае помогли собрать люди. На призыв о помощи откликнулись десятки жителей Серпухова и района. Да, конечно, мы благодарим всех, кто откликнулся. И до сих пор еще люди помогают. Кто-то просто позвонит, поддерживает, кто-то материально поддерживает. Всем спасибо большое. Средства мы собрали. Огромнейшее всем спасибо за участие, за понимание. По словам Дмитрия, они не ожидали такого отклика. На данный момент собрали миллион двести тысяч рублей. Нам помогал, начиная с нашей работы, знакомые, односельчане с других городов, из Москвы. То есть приход, церковь очень сильно тоже помогла нам. А болезнь прогрессирует. Из-за малоподвижного образа жизни ребенок набирает вес и у него развивается сколиоз. Степа на улицу выходит все реже и реже. Деньги, средства собраны уже. И мы собираемся влетать вот в первых числах июня. Нас там уже ждут. Влетаем на целый месяц. Ну, Степан готов к полету, да? Да, на один месяц. Там тепло уже ждет, когда полетим. Все уже решено, все летим. Вот. Пятого числа мы должны уже быть там. То есть, ну, хотя бы будет вот поддерживающая терапия, все внутренние органы у него будут поддержаны. Также у него уже начинается сколиоз. Это тоже там лечат. Там будут и упражнения, и гулкалывания, и медитации. У восьмилетнего Степа появился шанс выстоять перед страшной болезнью. Его близкие надеются, что пройдет год-другой, и ученые придумают, как лечить детей с диагнозом мышечная дистрофия Дюшена. Но до этого времени надо продлить ребенку жизнь. Продолжение следует...